Повем таки, поляцы, же Юлия Питера, паскудна баба, але с мощным политичным персфазием, которым она заробила в часы жонда ПО. Ну и еще таки ствердзения, поляцы, же в Польше нема в праве демокрации, але есть только лобби-крация. Крация лобби-путиновского и пропольского, либо корпоратива «Езерка» под названием «Евросоюз» и пропольского лобби в среду Польска. И что еще ствердзения, та Юлия Питера, але власть в чем-то она маа рация, же ПИС теж ездил до Евросоюза, до Европарламента и выступал там с критиком жонда Дональда Тузка. Назвила его с Драджевским, выставляя все эти бруды и решта, и решта. Только в том, маа рация, але такие поровнания, о которых она говорит, что то самое, как и делал ПИС, и нех паньство только помыслили о чем сама джист, о чем сам вонтек этого паскудства Пиевского и этой дамы Юлии Питера. Павляем курды, которые говорят, что то, то самое, что катастрофа смоленская, забуйство Путиновское, замах на 96 польских патриотов и то самое, что и засранный трибунал конституционный. Она то поровнует, что то Поляце есть очевидное, что очевидное, само в себе поровнание. И то сидит и смотрит несколько миллионов Поляков. И тоже так мысли. Они не мысли, что те Поляцы, которые смотрят и не протестуют в среду себя, потому что они как биомасса дебильная, не польская, только так, обладательская масса щеджей и слуха. И уважают себя за сообщество польских. Потому что, как можно поровнать замах 96 забуйства патриотов и засранный какой-то там трибунал конституционный, Пиевский. Мыслите сами. Но я скажу так, что в 2010 году, потому что это такое общество и такая самая Полония в праве вшенде. Но я не знаю, а может я там Полония и тоже. Но в 2010 году звонил консулат в Харковский, если консул был, мне кажется, Сорочинский, Грехов, но не помню, на пыльно. И пыта, можно сделать с хлопаками, там с 10 человек, там такая организация политическая, такая была, там, инициативная группа сполечная против партии регионов, działали. Препроводить такой пикет, митинг, против, ну, около польской амбасады, около консулята польского в Харкове. Против ображания нашего президента, святой поменьше, Леха Качинского, его малжонки и 96-х польских патриотов, теми паскудскими мразями, петушарами, педиками, гнидами поганами, Нечеловским, Поликотом и ружными педалями. Препроводить митинг, протест, но посмотрите, что здесь ситуация была. Но они говорят, что, ну, нет, ну, мы там лучше в такой политике не будем се вмешать, ну, то не потребно. Если курды, не стыдно, поляцы не пропроводили этот митинг, пикет, то моя ответственность, малючий джек такой, ну, сполечный, что схожил трохи, ну, прошу, надо было бы пропроводить его, но это было хоть что-то историческое. Но еще иные вонтки были против таких пикетов. Первое, что люди не видели в Харкове, что-то в Агуле, кто есть в Польсе назвал президент, только я им кто тлмачил, кто там есть в Пелсутске был, кто маршалы. В то время еще и ОНР, как так его не было. И еще один вонтек, так же, что через течение мысли, ну, что-то там, пропроводить, что нет, уже там ворунки, люди могут, уже ответил им, что, ну, можно, так, да, хорошо, идем, намалюем плакаты. Но для несчастья, этот Швайка, который в Харкове привыкли в Партию Свободы, взял и проводил свой пикет напротив польской амбасады в Харкове, чтобы Польска не вмешала все в внешние, националистические, национальные справы Украины, что Бандера – это богатр Украины, а они сами там мордерцы. Ну, просто такие пикеты, они прошли короткие около консульта польского и начали там кричать, против польских, хаслами разными, махать. Круцы выступовали, они против польских. И я так думаю, что если выйдет со своим пикетом, в партии Леха Качинских, но снова таки против этого ряда Комаровского, мне кажется, уже тогда был. Я думаю, это недожечнее было бы, но это шкода. Большое ми преградом, чтобы был бы очень исторический крок с нашей страны, нормальных патриотов Украины-Польской. Такий метод, такая нерация свободы в приводстве этого лидера Швайки говорит только о провокации. Не так треба о том рассказывать. И о Стефане Бандере, и о УПА. Не так, как он, потому что это была только провокация, которая неханчива только людность Харкова и наставила против УПА, против Бандере и разные такие. То такие методы были. Хотя он часто говорил, что слушный, очень жаль. Докторых я бы не думал, потому что на цементаже польских офицеров в Харкове пришли амбасадоры России. И вместе с членами, вместе с священниками неукраинского, но даже московского патриархата церкви, там владли свечи, цвятушки и разные. Я говорил, ну, там в аудиции, там на медиа, говорил, как то можно так же справиться, забудеться. Приходит на цементаж польских офицеров и кладет, швечет, говорит, что все нормально, а потом идёт до своего путиноида, путиновской машины и делает там, снова таки, русификацию и советизацию. Паново. Ну, то было еще в 19-м, там, 12-м, чем в 13-м году. Были такие выражения, но я думаю, что вы еще не понимаете всей глубины того, о чем я говорю. Потому что и хорошо, что вы не понимаете. Потому что, чтобы это понять с большим чувством, чтобы была война, чтобы это дошло до мозга польского понимания. А так войны нет, можно не понять. То же самое говорили украинские политики в Украине перед разбором, перед войном. Вправе то самое. И такая сама, естественно, была реакция, как и до первого у быдломасы украинской, которая не разумеет и до первого, допусти по домам этой быдломасы не приедом с жовнижем и не разпердолем их, 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 мишканья, нестыто. Бо, нестыто, такой эмпиричный мозг у человека разумеет, когда что-то случится. Но только им что-то случится. А остальные тоже не очень интересуются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...